Музыкантам больше одного, собираться в тишине сложно. А тут не нужны слова. За представителей разных стран лучше всего говорят их инструменты. Музыка. В числе участников фестиваля и сочинский саксофонист Тимур Абитов говорит, рад, что можно подарить горожанам и гостям курорта хорошее настроение. Ведь печалиться под джаз нельзя. Репертуар традиционного джазового шествия заранее не определяют. Президент фестиваля Игорь Бутман предлагает коллегам импровизировать. У нас самое известное заглавное, если перевести на русский, композиция называется «Когда святые маршируют». И этой заглавной композицией парад пройдет в замечательной нашей аллее. Ну, будут такие, как «Текила», «Мэкзенаефа». Ну, не знаю. Все, что сам Игорь Михайлович предложит, мы его поддержим сердечно. В прежние годы музыканты под ритмы джаза шагали вдоль морпорта. В этот раз парад прошел по улице Новогинской до площади флага. Участниками стали около 300 человек. Игорь Михайлович Участников на площади флага, превратившийся в концертный зал, поприветствовал глава Сочи. Анатолий Пахомов заявил, музыкальным фестивалям на курорте всегда рады. Ведь ритмы музыки – это ритм жизни приморского города. Я всегда гордо говорю, что если в городе курортном нет джаза, значит, нет праздника. А нет праздника, значит, зачем нужен такой курорт? В концерте активное участие принял и идейный вдохновитель фестиваля Игорь Бутман. Помимо этого, в программе фестиваля запланировано много сюрпризов для зрителей. Это и концерт пианиста Олега Акуратова со своим джазовым трио, и спектакль «Онегин блюз» с Алексеем Куськовым в главной роли. Впервые в России 4 августа выступит французская певица Сериль Эме. Также в концерте примет участие российский трубач Вадим Эйлинкрик. А в воскресенье в концертном зале фестивальной пройдет большой галоконцерт обладателей 10 премий Грэмми группы «Манхэттен Трансфер». Татьяна Говоркова, Галина Моисеева, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.